Сидеть со мной? Честь! Да я ведь бесчестная, я великая грешница. Ах, что вы это сказали! В исправительной колонии, расположенной в одном из важнейших духовных центров Урала, граждане каторжане, как смогли, отметили надвигающийся юбилей великого русского писателя Достоевского, тоже просидевшего несколько лет на каторге в Сибири. Заключенные ИК-53, что на улице Свободы, в Верхотурском поселке Привокзальный, вступив в творческий изговор с администрацией, прямо в клубе поставили спектакль по роману «Преступление и наказание». Я убийца! Он весь задорожал, припомнив это. И до того уже сдавила его безысходная тоста и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему приступило, загорелось в душе одной искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Граждане осужденные не просто так, не с кондачка обратились к этому роману, и не только название к тому располагало. Сам автор Федор Михайлович на себе познал, каким бывает наказание. Хотя он, в отличие от Раскольникова, никого не убил, а лишь присутствовал при чтении письма Белинского к Гоголю, его за это приговорили к расстрелу. По беспределу, сказали бы сейчас. В последний момент расстрел заменили на 8 лет каторги, потом на 4, и говорят, что именно там в неволе он и выносил идею романа «Преступление и наказание» самого знаменитого своего произведения. Ну и место, которое иногда все же красит человека. Верхотурье, где ВК-53 на общем режиме очищают совесть мужчины, впервые совершившие преступление, издавна считается православной столицей Урала. А Достоевский был глубоко верующим, православным. Помните те слова, что он вложил в уста Сонечки Мармеладовой, полюбившая Раскольникова? «Что делать?» — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ей досели полный слез, вдруг засверкали. «Встань!» — она сплотила его за плечо, он приподнялся, смотря на ее почти в изумлении. «Пойди сейчас, в сию же минуту, встань на перекрестке, полканись, поцелуй сначала землю, которую ты освободнил, а потом полканись всему свету на все четыре стороны, и скажи всем вслух, я убью. Тогда опять Бог тебе в жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь!» — спрашивала она и вовсе дрожат, точно в припадке, схватив в узлове руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом. Рассказывают, что по окончании постановки, собравшись уже в библиотеке, сидельцы еще долго зачитывали и обсуждали отрывки из романа, удивляясь их актуальности и по сию пору, а также находя сходство судьбы главного героя и его размышления о жизни со своими собственными. Так в ГУФСИН по Свердловской области готовятся к грядущему в этом ноябре двухсотлетию великого русского писателя и философа Федора Достоевского.